В этом видео я задам участникам гран-при ACA 5 простых вопросов. Кто лучше в борьбе, лучше в ударке, лучше функциональной выносливости, у кого самая высокая бойцовская IQ, и на что потратит главный приз в размере 200 тысяч долларов? Ответы интересные и веселые, но ваше мнение я тоже хочу услышать, так что пишите его в комментариях. Как ты считаешь, у кого сейчас из участников, ты по-любому уже посмотрел, ребята в бои, и знаешь уже всех участников, когда Рашид Макомедов добавился, лучше ударка? Лучше ударка? Рашид. Себя я исключу, это, наверное, нескромно. Если по ударке, Рашид. Именно в этом гран-при. Ну, у Раисова, наверное. Наверное, Рашид. Кто-то в ударке учит, кто-то в партре учит, кто-то физически учит. Ударки учит, все учит, я не знаю даже, кого именно назвать. Все достойные ребята, короче. Надо показать себя в хорошей форме. The best striking this grand prix, I think, is Hachid. Hachid is really more striking. Лучшие в борьбе можно разделить на партер и стойку, а можно сказать просто. И можно назвать себя тоже, кстати. Я могу сказать, кто больше вероятности станет победителем, это я. Но не за счет борьбы, либо ударки, а за счет совокупности факторов. В том числе и тактик технического багажа. Возвращаясь к своему предыдущему вопросу, я думаю, в борьбе несколько претендентов. Повольный это Багов и Резников, по грэплингу, Дави Рамос, Багов и Резников. Так сказал, все его называют Дэви, а ты сказал Дави, просто, наверное, ему главы будут кричать на русском Дави Рамос Дави. Да, возможно. А его Дэви зовут? Вроде да. Ну, значит, Дэви. Ну, тяжело сказать. Багов, Резников, я думаю, из них кто-то. 50 на 50, наверное. В борьбе в стойке или в партере? Давай разделим. Али в стойке. А в партере? Дэви Рамос. Ну, Али Багов. Себя тоже можно называть. А сейчас? Тогда у меня лучший удар, лучшая борьба. Что по борьбе? Кто лучший в борьбе, в стойке, например? Ну, и в борьбе лучше, ну, все по-разному лучшие. Не знаю, кого именно, короче, назвать. Все лучшие в борьбе. Окей, борьба в партере. В борьбе тоже в партере. И у Резников, и у Раисов, и у всех есть. У Рамоса, и этот. У всех есть, короче, не знаю. Ну, время покажет, кто лучший. Посмотрим. В борьбе. Блин, все эти ребята хорошие в борьбе, понимаешь? Я думаю, что ты говоришь. Нет, я хорошие в борьбе, но я гораздо лучше, чем все эти и в джи-джитсу. Я джи-джитсу-гой. 2 июня встретиться с чемпионом мира Дмитрием Кудряшовым. Что интересно, наши надежные партнеры из Лиги Ставок видят в Агаба фаворитом и дают на него КФ 1.5, а на Дмитрия в статусе Андердога 2.5. Кроме того, на турнире «Правда» будет еще много других интересных поединков, расклады на которые вы найдете на сайте Лиги Ставок. Ссылочка в закрепленном комментарии под видео. Также вы найдете там турниры UFC, белаторы, даже российские промоушены. А кому и этого мало, есть еженедельные розыгрыши призов и бонусы для новых клиентов. Что по поводу функционалки? Кто самая кардиомашина в этом гран-при? Функционалки, не знаю, даже. Рашид дрался 5 раундов, нормально себя чувствовал. Я дрался 5 раундов, нормально себя чувствую. Вот недавно этот Вартанян дрался, но он досрочно сделал, короче, бой. Раисов тоже хорошо себя чувствует 5 раундов. Ну, время покажет лучше. Мы готовились и в функционалке, и в стойке, и в партии, так что будем везде, короче, драться. Лучшая выносливость. Рашид Магомедов, Али Багов хорошо дышат. Эдик Вартанян дышит хорошо. Ну, пускай Эдик будет. UFC хорошо дышит. Многие ребята. 2-3 можно сказать. Рашид хорошо дышит. Эдик себя тоже хорошо показывал. Али тоже неплохо дышит. Лучшая выносливость. Себя тоже можно назвать. Я точно не вынослив. Ну, не знаю. Выносливость. Все те, кто дерутся 5 раундов, у них есть выносливость. Ну, если выбирать функциональную машину, например. Ну, Багов себя неплохо показывает в этом. И Раисов неплохо показывает. Он последний бой показал. У них борьба, ударка, борьба. Ударка постоянно меняет позиции. Вартаньян вроде неплохо, хорошо. Ну, давно не видел. Он недавно только дрался 3 раунда, да. Но все-таки выиграл. Я думаю, они каждый из них настроятся 5 раундов. Все-таки надо. И они не первые бои делают. Уже много боев сделали. И дрались по 5 раундов. За это у всех есть это выносливость. Я могу сказать, что у меня самый лучший подход. В этом плане. О, вы не знаете, вы не знаете, вы не знаете. Потому что иногда вы тренинете много, you know, для 5 раундов. И тогда вы выходите на первый раунд. Но вы никогда не знаете. Адреналин, все, они тебя много. И тогда мы видим, что, you know, maybe somebody has better, somebody has less. But in the end, you're going to see who's better. Лучшая бойцовская IQ. Это IQ что такое? Ну, интеллект в бою, там, перестраиваться во время боя. Как-то ловить на ошибках. Да. Раздержусь. Эдик хорошо думает, очень. Но Эдик и Рашид, пускай разделят. Бойцовская IQ. Эдик Квартанян. Да. Если честно, не знаю даже, вот, кого назвать. Все сильные по разным сторонам. Так что, ну, время покажет, то лучше. Не знаю. Не знаю, что именно, ну, на кого именно сказать. Ну, посмотрим, время покажет. Я думаю, что Хайсов – это хороший бой, хороший бой, майн-файт. И Хайсов – это хороший бой. Хайсов – это хороший бой. Уберет. Да, Hugr – это не на самом деле. Уберет. Так что, ну, у нас, конечно, не на самом деле. На семью и так далее. Найдутся, куда потратить. Я думаю, дожить надо до этого еще. Даже не знаю. Я и так нормально зарабатываю. Найду куда-то потратить. Работа, инвестиция какая-то? Сомневаюсь. Я... Может, недвижимость. Посмотрим. Я со своими родителями, братьями посоветуюсь. Я всегда советуюсь с ними, как они скажут. Квартиру себе и родителям. Родителям почему хочу? Потому что они живут 1010 километров от меня, и я хотел, чтобы они жили рядом. Сперва этот бой надо забрать, потом уже за выход в финал, потом уже финал тоже надо забрать. Так что нельзя сразу, короче. Посмотрим. Еще рано. Еще рано. Я у меня много людей, которые помогают. Я очень люблю помогать моих людей в Бразилии. Они должны быть помогать. Я обязательно помогаю мою семью. Родителям. И я буду обеспечивать этот деньги с моим следующим победом. Так что я буду обеспечивать моим деньги. Для тебя, дом или машина? Не, это не мой главный момент. Мой главный момент в жизни, это как вы живете. Как вы чувствуете. Я не хочу жить. Я не хочу быть огромным домом. Я не хочу быть огромным машем. Но еда, семья, семья, это очень важно. Люди вокруг тебя, которые любят тебя, это самое важное в жизни. Это то, что я хочу жить в моем жизни. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Instagram, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.